С чем вы будете сталкиваться в майских походах? Это через месяц меньше уже, да? И я думаю, что это будет актуально для Кавказа. Ну, я думаю, что у вас там планы не только в Кавказе, я думаю, что там на ракете есть. Правильно, что здесь есть еще что-то, правильно? Я, кстати, сейчас все планы прочитаю, я слежу, может, Алтай какой-нибудь. То есть походы будут разные, походы будут простые, походы будут сложные. От трех дней. От трех дней до я бы не нашли, где-то до трех дней. Поэтому я стараюсь в первую очередь обсудить то, что касается кровотой и простых походов. То есть самые простые травмы, самые простые болезни, какие-то самые простые проблемы, с которыми я сталкивались. И потом перейдем к причинам своей сложности. Значит, итак, сегодняшняя тема лекция – это несложные, не опасные заболевания, с которыми, как вы думаете, что вы умеете справляться, но, как показывает практика, часто делаются какие-то куча ошибок, куча каких-то откровенных флаж, которые приводят, ну, к определенным проблемам, может быть, к сходу, или к какому-то недостаточному удовольствию. Участники, которые лечатся, лечатся местами. Потому что участники должны получать поход удовольствия. как бы там ни говорил, руководить. Значит, хорошо. Самая, ну да, наверное, самая частая, самая, конечно, очень печищая проблема, на мой взгляд, в любом случае, и по опыту, думаю, что на ваш тоже окажется – это простуды. Сейчас сезон. Сейчас, я думаю, что… Кто успел за последние где-то три недели перенести простуду? Такую хорошую с температурой простуду? Есть такие думы? Что-то мало. Надо сейчас поговорить о где-то 20% переболевших. Ладно, я понял. Значит, сейчас в Украине, ну, такая полуэпидемия, эпидемию мы как бы не получили, ну, паром не достигнут, но волна простуд проходилась. Она еще как бы заказывается, поэтому мы все готовы. У вас у всех еще есть шанс этот сквоз такой зацепить. Ну, дай бог, дай бог не зацепить. Значит, простуды в походах происходят. Происходят достаточно регулярно, и, как вы сказали, только участники с простудами идут дальше по маршруту, то есть редко кого спускают эту простуду. Но, имея эти группы, руководители, да и, собственно, сами участники, должны понимать, что не все простуды одинаковые, что простуды бывают легкими, бывают тяжелыми, лежат. Значит, и нам нужно будет еще одноучительно отличать какие-то тяжелые состояния от каких-то нетяжелых состояний. Почему я говорю о состояниях, как и тяжелых, и о нетяжелых? Я сейчас постараюсь вас не грузить нормальными болезнями, потому что для вас принципиально разницы не имеют, как называется болезнь, в которой есть участники. Для вас принципиально разницу имеет тяжелая эта болезнь, то есть чем она чревата для человека. Чревата ли она какими-то последствиями, какими-то осложнениями, или она проходит, в общем-то, нормально, но бывает, что у человека спокойно будет дальше. Поэтому сейчас я постараюсь вам объяснить, чем отличаются легкие простуды от тяжелых простудок. Покажу кучу картинок. Учислительные есть, почему нельзя видеть там какие-то, и не совсем приятные что-то. Нормально? Я понимаю, что сейчас уже те кто правильно считает. Значит, хорошо. Я так думаю, что те, кто на лекциях был, те помнят, что простуды бывают, в общем-то, ну, то, что группа врачей вам карточкой выписывается ОРВИ, то есть остальное литературное вирусное воспоминание, и бывают разные другие простуды, которых мы боимся больше, чем мы боимся. Значит, что такое ОРВИ? Это обычная вирусная инфекция, которая передается от человека к человеку. То есть вы ОРВИ посреди поля, или посреди гор, вы не поймаете. Потому что вирусу встанта нет. А вот вы говорите с человеком, у которого это самое ОРВИ есть, давайте его получим. Значит, такие простуды очень быстрые, они запускаются буквально за сутки. То есть, вспомните вас, кто руки поднимал, как температура поднималась. Обычно или к раннему утру, или к вечеру после днём. То есть, ну, скажем, из шести, там, до сорока, где-то в двенадцать часов. То есть, мгновенная такая спечка температурная. И потом пять-шесть дней, в зависимости от вашего иммунитета, вы, там, в разном состоянии разместите. А потом, в общем-то, еще пару дней покашлять, и бодрячком, можно теперь как-нибудь принять. Правильно? То есть, ну, как бы, достаточно простая болезнь. Значит, чем она чревала? Человеку с нормальным иммунитетом, я так думаю, что вы все тренируетесь, что вы все, в моем деле, нормально питаетесь, что в походах у вас раскладка, там, больше 500-400 грамм. У вас иммунитет достаточно сильный. То есть, вы с простудой должны справляться быстро, и каких-то опасных последствий для вас не имеете больше. Значит, у вас есть группа болезней, которая называется бактерией. Значит, проблема в том, что бактерии много раз, и болезни, которые называются бактериями, они чаще всего очень протяжные, очень тяжелые, и имеют за любую следующую последствию. То есть, например, есть такая болезнь, как ригматизм, да, она чаще всего бывает в тех людей, когда в детстве болеет ангим, казалось, да, болит горло, а в итоге проблемы с суставами сердца. Вот, но это я вам скажу, что бактериальные вот эти простуды, казалось бы, простые простуды, да, они, они имеют последствия. Значит, как походят лечить, что у человека? Кто-то прочитал, как лекции, там такая есть небольшая табличка, да, когда она сравнивается, значит, давай. Ну, если вирусы, то какая температура, если вы потеряли, то, к примеру, 37-37. 37-38. Это один из различимых признаков, но тут есть оговорки, что если у кого температура вообще понимается плохо, ну, вот через я болею без температуры, такие 100% есть, да, у кого температура во время болезни, есть такие? То есть, болезнь есть, операции нет. Такое бывает. Ну, человек обычно, наверное, это лучше. Значит, ну, в общем-то, да, вирусная инфекция сопровождается быстрым подъемом, там, до 40-39-40, бактериально медленным, там, два-три дня нарастанием, до 32-38, обычно не лучше. Хорошо. Ещё такие есть различия, кто помнит? А, разный и кашлям. Да, кашлям ещё дойдём, кашлям будет день на третий и четвёртый. Разный цвет Масморка. Хлотый цвет. Вячеслав. 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 Более в глазах, потому что у нас тоже мышцы, они тоже двигаются. Сопровождается, может сопровождаться болью суставов, такое бывает у людей. Значит, бактериальная инфекция, значит, раз мы уже заговорили, давайте все-таки от срока, она поступает первые буквально два-три дня после старта массу. Или первые там два-три дня после общения с человеком, который это простудумел. Что у вас встретиться в группу, где есть тяжело подслуживание, я не знаю, зачем мы с ними будем общаться, но, например, да. То есть после контакта, она развивается очень быстро. Вот в реальной инфекции, за то, что развивается, по какому городу в районе, скажем, там на 5-й день похода, на 5-й день похода, да, то есть где-то, где-то дальше. Без явного контакта с заболевшим человеком. Значит, по поводу, да. Вирус на инфекция? Значит, еще раз курить. В чем разница? Вирус, он приводит и живет. Вирус – это вообще неживая материя, как выяснилось, это, там, стоп, стоп, стоп и инфекция. Он в сухом восторянии, да, на этом, в траве, он не живет. Человек, который это не может. Человек может заразиться вирусом, 90-левизитных ценностей в катапельном сосуде вытушно-капельным путем. То есть кто-то сделал, а-хе, выкашли вот эти капельки, да, они в воздухе, там, час, да. Короче, он взроснул, получил, а то есть, понятно, час. То есть, в бактериальной инфекции может развиваться инфекции, которые уже живут у человека в Англии. Которые, ну, в общем-то, и морозные, но, в общем-то, в условиях даются. Значит, ну, и, опять-таки, да, при контакте. Какое можно так сказать? Значит, Ангина, кстати, чаще всего развивается у людей, у кого-то из берегей. Кто помнит, что в детстве ему подбили, там, на прогревание горла, с инфини, лампы. Кому, там, лампами, там, или удулями, или удулями. Кому, там, у кого лора, это просто лучший доктор, и, соответственно, будет быстро вырос на территории. Я не знаю. Ну, это люди, это кандидаты на мороз. Но они обычно её знают. Они обычно, это болезни, волосами тягутся ставят. То есть, раньше, чем иметь груз. Значит, касательно кашля, у нас там, какого-то, много. Вирусная инфекция начинается чаще всего. Поражение верхних отделов, ну, дыхательных таких, как глотательных. Ведь чаще всего это начинает болеть вот здесь. Правильно? Начинает болеть, ну, вот, может бежать насморк, у чьём. Может, там, могут течь слёзы, у чьём, дозависся вирусом. Какой-то телец, там, сухой, 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 сухой. Может появляться сухой кашель, но такой будет, знаете, как, вот, с лай собаки. Когда-то будет каким-то подлаймом. Человек кашля, это аж присутся. Значит, бактериальная инфекция с такого не начинается. Если мы говорим о бактериальном паренгизме, то будет боль в горле, но никакого кашля, никакого настрой, не должен быть. Если мы говорим о бактериальном паренгизме, то будет просто сильный кашель с уделением мокроты определенного цвета. Там уже варианты гамма. Значит, вирусная инфекция охлажняется кашлем, ну, где-то в день на таком, таким хорошем, с расхождением мокроты в день на третий-четвёртый кашель. То есть, тогда, когда уже вирус хорошо распространился, заселил бронхи, начал его повреждать, если уже начинается расхождение мокроты, то первые эти кашли начинаются. В голове не только сформировалась разница, или какие-то в ходу есть вопросы, я еще раз уточню. Так, так, что-то тишина. Нет, ребят, вперед вопрос, ну, как бы, четко есть внимание? Сейчас, еще раз. Если сначала... Да, да, да. Это частая история, да. Ревматизма может закончиться, или какие болезни могут вообще осложниться встать? Так, ну, немножко сейчас выведете в сторону от темы. Смотрите, касательно, касательно инфекций горла, касательно инфекций горла, почему я говорю, вот почему я слово ревматизм вам привязал? Потому что я вам хочу подвести к какому моменту? Чтобы вы не продевали в походе ангину. Чтобы вы понимали, что у человека вирусная инфекция, или у человека ангина. Потому что ангина – это болезнь опасная. Это не просто опухшая медаль, она остановит ребеночек. Это серьезная, тяжелая, опасная болезнь. Которая вообще, по-сорошему, значит, больная. А вирусная инфекция – это, в общем-то, обычное состояние, которое нормальный человек переносит хотя бы разжим. Значит, по поводу ревматизма. Обычный человек, который заболевает ангиной, он не болеет ей разжим. Он болеет ей, если он болеет ей в юношестве, в вашем возрасте, и в каком-нибудь, там, до, в общем-то, простых лет. И если он ее не лечил раньше, то к этим годам у него уже есть какая-то история. Может быть, у него длина, а может быть, у него нет. Но про ангину он управлялся. Он скажет, а, да, я вот раз в два года или раз в год переболеваю такой ангиной. Именно ангиной, потому что это лодка, а не человек там. Понятно? То есть я про детские инфекции все говорили сейчас люди. Я говорю, это интересно разумеется. Значит... Может быть? Да. Неуверенность она понятна. Она очень любит, да? Да. Бактериальная, она очень может быть. Значит, тут есть шестой момент. Значит, во-первых, можно поймать, действительно, бактерию, которая для данного человека окажется, ну, протагентом. Человеку не окажется очень бактериучей. Ну, опять же, причем так. Но чаще всего это бактерия, которая уже живет у себя. То есть вот, при ангине, эта бактерия есть у 99% присутствующих людей, но она нормально в условиях не вызывает. Значит, что должно произойти, чтобы началась именно ангина? Например, группа идет сутки по воде. Ну, по реке, там, не знаю, в грот, там выпускается по рукам. Группа идет под ноглым снегом сутки, там, естественно, промокает, там, пока выпускается. То есть какая-то холодовая, например. Сильная усталость. Плохая расслабка. Плохое питание. К каждому сильному взлету начинают уже ощущаться на здоровье. Скажем, 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 ну, какое-то, опять же, да, должное препятствие. То есть переохлаждение веки. Это какие-то факторы, которые могут редко снизить иммунитет. Как правило, холодовая. Как правило, холодовая. То есть человек проводился под лед, у него на следующий день начинается боль в горло. Сейчас уже блядно видно. Сейчас тут надо искать посетительный случай. Понятно, да? Значит. Хорошо. Основной способ это различить, на самом деле, это тянет человеку в горло. Сейчас мы тут отходим кучу картинок. Мне нужно, чтобы в голове сформировались всегда два варианта. Плохо и хорошо. Ну, или плохо, или не очень плохо. Вот так. Давайте мы взглянем. Да. Давайте сейчас, наверное, отмечать проект. Сейчас будем... Давайте начнем. Давайте начнем с простых вещей. Так, я про впечатлительно спросил, да? Нет. Значит, это горло ненормальное. Я, как я сказал, да, она была картинка нормального горла. Так, и так далее. Как вы выглядите? Оно. Значит, нормальное горло у человека. Плета, щеки, плесно. Если бы человеку заглядывать в горло, вы видите его щеку. И вы видите его заднюю, ну, заднюю стенку. Это вот то, что он сталкивается. Да. Вот это заднюю стенку. Значит, в норме, в норме, все горло где-то вот такого цвета. Ну, видите, бледно-розовое. Ну, в прямальных щеках. Дальше их подойдите. Обычно розовое цвет. Значит, если у человека начинается вирусная инфекция, то первое, что поражает вирус, чаще всего, это слизится вот именно с того, куда мы смотрим. Поэтому, она худой-то красная. Видно, что она такая гуще цвет. То есть, вот нормальный цвет, считаем, да? Вот такой бледно-розовый. Вот ярко-градный. То есть, вирус начинает убивать вот эту покрывающую твой, и он приток крови сразу будет вызывает. Видны сосуды. Видите, такие волосочки красные? Мы сейчас все рассмотрим, но это все обнаружили. Значит, это какие-то предистоты, такие фолликулы. То есть, это может местами слизистой выпухать гугламиру. Может не выпухать. Мы сейчас пройдем через несколько вариантов. Но суть в том, что все такое вот опухшенькое, да? То есть, тонких линий нет. Все такое, какое-то, отечное. И явно более темное окружение. Значит, смотрим дальше. Что обращается в себя внимание, что все очень, опять же, такое опухшенькое, хладенькое. Хорошо ли на сосуды? В норме вы сосуды на задней сердце плотки в таком виде не увидите. Может, еле есть кто-нибудь из полосочки. Здесь явный видок крови и прям видны вот такие струящие стрелы. Понятно, да? Это называется выраженный культурский рисунок. Значит, это, скажем так, крайняя степень вот такого покраснения. То есть, даже если считать, что вот это нормальный цвет, то тут у нас просто ярко, не знаю, вот вас видно? Да, да. Ярко-ярко-красное, как помидорного цвета. То есть, такого у кого он не будет ничего. То есть, кроме того, что у нас лучшее и красное, больше ничего нет. Понятно, да? Ну, сосуды или просто длинное красное и это ее пухшее. Больше никаких изменений вы не видите. Значит, ага, еще одна сосудочка. Тоже, да, видно, что все красное, пухшее. Кстати, обратите внимание, что там на предыдущих картинках длинные язычки на горле, да? Вот просто это вариант. Чтобы вы понимаете, что это нормально, что вы не ответите. Потому что у меня нет, ну, такое у человека особенно подсказано. Значит, вот это вирусный порядок. В общем-то, в общем-то, такого можно добиться, если, например, весь день без остановки. Вы такое получите от холода. То есть, вот этот покрывающий слой кожи будет вирусом холодным агентом. Снегом или льдом. Ну, это надо или отдельно сушить мороженым без остановки. Тогда у вас будет похоже на длинные. Но тут четко видно. Значит, теперь мы перейдем к длинным. Значит, сейчас давайте еще дальше. Значит, что обращает на себя внимание? Обращает на себя внимание то, что на миндалина, а вот это миндалина. То есть там их не было. Я могу сейчас проявить место. Давай посмотрим. Значит, вот обратите внимание. Миндалины здесь, ну, они как-то скрытые. Вот их хвостик. Вот раз хвостик. Видите, вот она как-то за языком прячется. Вот вторая миндалина. То есть видны верхние как бы их доли. Вот как это выглядит при ангине. То есть ангина поражает, прежде всего, миндалины. То есть там стелется эта бактерия. И эта бактерия вызывает образование гноя на поверхности. То есть уже разница сразу видна. Ангина без таких белых точек бывает очень редко. То есть, как минимум, какое-то их количество будет. Это, конечно, такой классический пример. Это тоже вариант, когда просто монолитная пленка покрывается. Ну, это как у ребеночка. Получается... Получается... Да, это запущенность, это запущенность. Получается начать стадии. Оно же не сразу ангина, прямо через полчаса. Сначала. Но сейчас я думаю, что будут костинки. Я помню, что я забирал. Значит, чаще всего начинается просто с опухания миндали. Но миндалины сразу становятся как два куриных яйца. То есть видно два огромных шарика. И потом проявляются вот эти белые полосочки. То есть, да, где-то есть стадия, где вот этих белых полосочек нет. Она длится там три часа, четыре часа. Очень короче. Это, ну скажем, двенадцать часов миллиметров. Вот эта картинка, которая сейчас. После того, как начались первые проявления. Так, кстати, вот можно посмотреть. Значит, здесь видно, да, на миндалины без налета. Вторая миндалина с налетом. Но здесь видно, что легкая какая-то, по-моему, накровоточилась. То есть, ну видно, или кровь какая-то сходит, или просто эта пленочка отпала, и такие просто эрозы. То есть, короче говоря, огромная опухшая миндалина. Если с белым налетом, то просто сто процентов вероятно, что это вниз. Понятно, да? Давайте еще пройду. Ага, это тоже вариант вирусного фаренгита. Но это вот, это грипп, ребята. Вот это вот то, что называется классическим гриппом. То есть, грипп, который грипп. Не который ОРЗ, а который грипп. Который грипп, который вот H1, N1 и так далее. Он вызывает доточечное кровотечение. Ну, просто чтобы вас это настораживало. Потому что грипп, это более серьезное болезнь, чем грипп. Но в общем, да. Мы сейчас садят водой. То же точечное кровотечение. Хорошо. Значит, итак, мы разобрали, что бывает воспаление горла не опасное. То есть, просто покраснение, такое легкое припухание сосудики. Бывает опасно. Когда огромное покушение жаленое с белыми пленками. Кстати, человек очень четко, очень быстро скажет, что трудно глотать. Ощущение, когда я не люблю глотать, чем пытается, если у вас глотает. Это такое почти классическое для людей. Значит, вы будете пытаться лечить и тех, и других. Я это знаю. Если я вам скажу, что человека с ангиной надо спускать, вы все равно будете пытаться его лечить. Но... К чему я... Ну, как бы, о чем я вас не заблуждаю и что бы я хотел, чтобы вы каждый раз вспоминали. Так что, если вы будете лечить вирусную простуду, ну, РЗ, то даже если вы будете лечить неправильно. Это максимум, что будет просто человек там на день, на два дольше поболеет. Потому что, как там, вирусная простуда если лечить семь дней, да, если лечить неделю. Потому что, в общем-то, в общем-то, разницы никакой. Ну, просто качественного, там, дыхания, качественного жизни сейчас нет. Если вы будете неправильно лечить бактериальную ангину, то вы можете человеку заработать очень сильное осложнение. Поэтому я вас настраиваю, что, если есть возможность, если позволяет маршрутник, если позволяет условия, то у человека с ангиной в бактериале спускать. Спускай он за лечится нормально дома. Спускай он в этот клуб. Спускай ему там покромугают эти медальцы. Спускай его пооблучают этой синей лампой, и он попьет нормальные стульки. В горах какие болезни лечить не надо. Вирусные болезни лечатся точно так же, как вам лечат бабушку. Ничего нового человечество за это время не придумал. Оно просто все приобрело с аппетитированным форм. Значит, это теплое питье. То есть, ну, молока походе нет. Это теплый чай, туда какого-то меда, туда какого-то лимона. Не горячий, теплый. Если есть какой-то там отвар каких-то трав, если берете травяные чаи. Значит, в аптечке обязательно должны быть ленинцы. Вроде цептифлила, вроде леденцот шалфея. Вроде, ну, скажем, даже на крайний случай какого-то лекотеренца. То есть любые лекотеренцы. Которые просто помогут вот этой вот воспаленной слизице быстрее зажить. Которую покрывать ее пленочкой антипактериальной. Понятно. Когда просто помогаем ей зажить и больше ничего. Вы как-то особенно их не вылечите. Давать антибиотики при этих настояниях никакого смысла нет. Понятно чего? Что там живого ничего нет. Что подперий там нет, а на вирусах антибиотики не есть. Понятно, да? Значит, в чем проблема такого участника? Что такой участник на первый сбой трех суток, он, в общем-то, не боец. Он идти нормально не будет. То есть он на высокой температуре не будет. Ему будет тяжело дышать. На каких-то серьезных подъемах, спусках он будет, ну, таким слабым звеном. То есть остальной карман не придется задать все его нагрузку на себя. Поэтому это вопрос к медику и руководителю группы. Если вы видите, что вы пройдете с этим человеком поход, что если вы его разгрузите, если вы его там будете кормить с таблетками, и он вам такой нужен, то вы с ним ведете. Если вы понимаете, что ну, тяжело, не нужно, а тут рядом с тируху пускайте с тируху, пускайте с тируху, пускайте с тируречью вас внизу. То есть, опять же, смотрите по-то стороне. Есть люди, которые с посуды выпрыгивают на второй-третий день. Отлично. Хороший унитет. Вот. То есть, максимум, как вы делаете, то вы облегчаете с тирургом. По поводу снижения температуры. Значит, когда надо снижать температуру, кто знает? Восемь считается такая граница, когда температура из полезной становится уже вредной. То есть, если у человека 37,9,8 и выше, то вы даете ему, что даете? Парацетамол. Или анальгин. А? Анальгин? Ну, лучше же тогда какие-то более хорошие препараты. Ну, можно анальгин, но от анальгина я вас буду отговаривать. Анальгин это препарат, который более-менее должен. Значит, даете парацетамол. Парацетамол дается 3-4-5 раз в день. То есть, в общем-то, там до 2 грамма надо было выбирать. Лучше давать утром и на ночь. Весну, в ключевые периоды. Если надо, то еще можно давать. Ну, в общем-то, стандартного пакета, в общем-то, в общем-то, в общем-то, в 2000-м, зависит от варианта. Хватает 2 раза в день. То есть, 2 грамма сутки, парацетамол и сутки. Да? Вот. Ипупорфены намного лучше анальгина снимать температуру. Без проблем, пожалуйста. Ну, скажем так, раз того лучше ипупорфены снимать, да, обычно, в большей части людей. Но есть люди, которые на пупорфене любят? Без проблем. Без проблем. Вот. Значит, сбили температуру, дали теплое питье, дали саблетку, которая покрывает горло от этого, это статистическая пленочка. Разгрузили человеку рюкзак, там, укутали его потеклее, усилие. Хорошо. Значит, по поводу лечения бактериальных агин, ну, скажем так, я в списке аптечных антибиотик даю, но я ему даю только на тот случай, что вдруг пойдет какой-то автономный поход, и 3-4 дня человек там присылает. То есть, тогда вот, иногда это оправданно, потому что, да, не терять ли меня. Но в других случаях, не лечить. Ну, просто такая просьба, да, на уровне строгого, строго нахаза, что в походе агин лечить. Хорошо? Хорошо. Да. А вот была когда-то, в нашем мире популярная, сегидарная, просто, как она была, в биологии. Ну, короче, это, конечно, 50-50 лет, я не знаю, это факт, но там, кто может быть, это были, какие-то стильные, что какие-то те, которые, этот, стильные, или друг, он, он, и вот, человек, обычно, чтобы его поднять, не знаю, не знаю, что надо бречь на таблетки, надо бречь на таблетки, надо бречь на таблетки, но, вообще, если бы человек это порвит, хотя бы пара тормола, у него будет хорошо, уже будет. Ну, вспомните, когда во время проходит, вот, сейчас, в полдрах, через 30 минут, он, в общем-то, нормально терминирует, поэтому аналоги, это правильно. Сейчас, в этом плане, все, все, все хорошо. Далее полдрах, через 5-6 часов, через 5-6 часов, через 5-6 часов, через 5-6 часов. Хорошо. Значит, после ангин, после ангин, мне кажется, да. А если, если да, тогда мы должны обозначить, что это все ангин. Еще раз, если что? А, если да, вот, а вот тут хитро, значит, да, вы тогда лишаетесь основы диагностического призыка. Вообще, честно говоря, если человек, вы далее удаляли, по поводу хронического от инзилиции, все правильно, да? Ну, я понял, что это конкретная ситуация. Да. Значит, такой человек, ну, у такого человека филактической ангины уже не будет. там уже места поселения вот этого сердцепока нет. Значит, но, в небе есть еще одна медаль, она находится наверху, ну, две по бокам, одна под шариком сверху. В общем-то, при ангине может распаляться и она. То есть, если вы увидите ее, она таким же выпускает шариком этот ответ, то это вам плюс. Если вы ее увидите, туда вы можете пропустить ангины. То есть, ну, это к тому, что вообще болезни, тяжелые болезни, по ходу причинности. Поэтому, если вы знаете, что у человека есть такой ангины, да, вот, ряда причин. Ну, смотрите, это уже будет на ваше усмотрение, на ваш ответ. Я вообще, я не рекомендую еще эти вещи. Я просто рассказываю, что делать, если вы вынуждены, два, три, четыре, пять дней находиться в горах, пока вы спустите. Ну, я не знаю, полезни, больше не третий, с собой, и не третий. Обязательно не третий. Нет, ребят, мы говорим сейчас о крыльях тропата в низком каком-то приборе, потому что, все, что касается высоты, 3,5 считают на высотный порог, да? Да. Все, что касается высот, выше трех с половиной тысяч, никакие болезни, даже простуды, даже, в общем-то, относительно небольшие ожоги, обморожения, не должны лечиться, ни в какую. Это глупо, это нечестно, это опасно. Это обязательно, да. Просто, ну, для тех, чтобы постоянно поняли, чем выше у человека температура, тем резко, резко возрастает сопряжение кислорода. То есть там, брозы, буквально брозы. И так, есть ипоксия горной болезни. Если у человека температура в результате пять тысяч, ну, до горнячки это какие-то там часы могут остаться, а дальше, если она начнется, значит, до четырех с половиной. До трех с половиной сейчас, То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, горная болезнь, ну, я думаю, нет, не горная, вот это вот, по первым, по первым случаям, что иммунитет снижена в категориях, в любом случае. Такая инфекция, через триктодей может перейти просто сильнее, Такая инфекция, если она уже на уровне бронзбита, может закончиться, отверстия. Легко. Такая инфекция может закончиться, ну, если это перейдет, такой, как приступ, в леденьке, может быть, может быть, может быть. Макс, смотри, аспирин, как бы, есть для препаратов, да, аспирин, это один из них, аспирин, анальгин, ибупрофен, гиплатинак, кетопрофен, кетанов, немесил, мавалит, это все препараты одной линии, ну, как бы, разных поколений. Аспирин, это самый грубо действующий из них, и он, скажем так, средненько действует за температуру, средненько обезболивается, средненько противовоспалительных инфекционов. Ибупрофен, неплохо обезболивает, неплохо отслежает температуру. Парацетамол тоже, хорошо отслежает температуру, и неплохо обезболивает. Понятно? То есть, они, они лучше, они просто лучше. Не то, что не рекомендуется, он там поможет, но у нас дозу такая, наш грант там, полтора градуса. Ну, то есть, просто, а зачем? Хорошо, давайте пойдем дальше. Вторая причина, которая по частности конкурирует с простудами, это... Да, давайте, наверное, я бы хотел поговорить о теме отрабления фонозов, но, честно говоря, я считаю, как я вот еще беру с людьми, бывает очень нечасто. Или напоследок? Напоследок. Напоследок. Давайте мы поговорим про... Отлично. Отлично. Так, пока у них, я не показывал. Значит, хорошо. Сейчас перейдем. Значит, а... Вообще, наверное, самая большая проблема, ну, как бы тоже, проблема, проблема, она очень, так, проблема небольшая. Различные раны. Раны, травмы, курсивые, мозоли, там, зарабины, садины, да, то есть, такое... Ни большие, тяжелой травмой, которая могла бы тогда участников очень сильно снизить его работопригодность. Да, вот такая-то рана, которая не позволяет ни жумарить, ни грять, ни талагерить, ни чечек-вензиалечки, ни аромат, ни штука. Вот, значит, мы сейчас про них поговорим, потому что гора с раны заживает немножко по-другому, чем в городе, и представляете, что там даже что-то по-другому. Значит, кто, кто-то раз не ранится в походе, бывает ли? Самые частые травмы в походе это ноги, потому что ногами все время обо что-то там трешься, прикладываешь, падаешь, на них что-то падает, и руки, потому что ими тоже, что-то хватаешь, падаешь, и так далее. Значит, ну, в общем-то, это, ну, так нет, один из самых важных работающих поверхностей, правильно? То есть, ну, руки-лазони и ноги, ну, чем ниже, тем важнее, чем выше, тем важнее, тем тем, кто-то, тем, кто-то соответственно, тираны могут быть ну, такие, с повреждениями кожи, то есть, так сказать, с царапинами, какие-то порезы, ссадины, могут быть без повреждений, то есть, такие ушибы, которые синяками вот поправляются, могут быть какие-то, это, мозоли, когда кожа, в общем, соцелая, она сложит свои проблемы. И сейчас мы кратенько через них пройдемся, чтобы вы понимали, там принципы общие, но надо их знать и делать все правильно. Значит, так, что такое царапин? Да, я вам показываю, чтобы вы понимали, о чем мы делаем. Это царапин, понятно, да? Да. Ну, как же, вопросов, мне кажется, нет. Значит, так, рана, рана. Давайте рана. Ну, вот это рана. То есть, это уже не царапин, это скорее порез, если уже так говорить. То есть, он глубже, он может подрезать всю кожу. Понятно, видно, кожа такая, завернулась немножечко. Увеличиваю. Кожа немножко завернулась, везде какие-то ткани ухистили, ткани ухлубились. Значит, это стадина. Это когда человек вот проехал и пропитал хорошенько, да, вот. И вот у нас на велосипедии, на ролике по асфальту, сейчас, слушая стадина. Так, значит, ушибы, да? То есть, чаще всего ушибы проявляются вот таким образом. То есть, это какая-то амортная часть тела. Я не знаю, наверное, я надеюсь, что это плохо. Ну, особенно где-то на первое чувство тоже, после прошивки. Сначала было просто легкое подразделение. Значит, по поводу повреждений кожи. На что надо обращать внимание? Если все, ну, любая травма, она не глубокая. Порез не глубокий, царапина не глубокая, стадина, ну, тоже салия там открытая, она опасности большой не несет. Ну, кровотечение там небольшое, но через 5 минут остановится. Рана поверхностная. Поверхностная рана, инфекция почти не селится. Потому что изнутри ее убивает иммунитет, снаружи ее убивает кислород. То есть, ну, вся опасная инфекция, она кислорода боится. Значит, опасность представляет раны глубокие. То есть, например, шел по пляжу, вот, кстати, это касательно овецкости, и накололся гвоздем ракушкой, проволокой, чем-нибудь глухой. Допустим, падал где-то с рельефа, накололся на какую-то ветку. Ну, или ветка там куда-то воскнулась, там, да, или падал на колено, вот это колено по сходу загнало в ветку. Понятно, да, идея? То есть, когда инфекция заносится в одну минуту, чем-то, неважно, чем-то, вот. То есть, эти раны должны обыскуковать больше. Соответственно, обработка этих раны будет сводиться любых раны. Будет сводиться к тому, что сначала заразу максимально очертить, остановить кровь, ну, а потом как-то ее там перевязать, прикрыть, опять заразить, там, и так далее. Значит, катательный царапин обычно все делается вообще одним, одним веществом, да, это зеленка. Она одновременно и протирается, и это зараживает, и спирт обычно прижигает, прижигает сосуды, кровь останавливает. Ну, то есть, честно говоря, зеленка – это такой универсальный, универсальный проститель, да? Простые, простые все повреждения, вы замазываете зеленкой, и больше вас особо ничего волновать не нужно. Нет. Если, за счет йода будьте аккуратны, есть люди, у нас такие ожоги появляются. То есть, один, там, на 150 человек, можно так пожечь кожу, что потом просто дерматологи будут собираться с кем-то всем диспансером, и это есть, и тут и спать. И, ну, два, один. Значит, и поэтому зеленка. Значит, зеленка лучше использовать жизнь, как бы она ни развивалась, потому что все, что в карандашах, это потенциально нельзя трогать раму одного человека и раму другого человека, как карандашами. Понятно. Ну, и тогда у каждого раз своя, и два, это зеленка. Это вопрос гигиены, как бы так делать. Поэтому, у меня что-то и палочка, тушная, и зеленочка, и поехали. Значит, если рана... И хотя бы... Давайте я даже буду тоже раз пример. Максим, мы можем вопрос? Оперикис водорода и вот хлоргик. Сейчас мы к этому посмотрим. Значит, если рана вот такая, а из нее я бы только шла, потому что вы видите, что есть достаточно глубокие эти кеза измены. Тут, тут, тут. То есть отсюда кровь хорошо сочится. Чтобы ее быстрее остановить и убедиться, что там всякая пилка, которая до нанимного контакта, хорошо смылась. Такую рану вы можете обработать перекисью водорода. Почему перекисью? Потому что она образует снизуки уже при контакте. Они хорошо вымывают все, что нужно на нанимного. И плюс образует снизуководство, которое вымывает бактерии. Ну и плюс чисто... А, и плюс снизуководство хорошо перекрывается, ну заставляет субмеров на сосуды, ослабливается. То есть на такие раны вы уже можете абсолютно законно протирать бинтик, перечень и протирать. Человек там, подуть можете человеку, чтобы ему легче было, и протирать перечень. Но потом опять, вы помазали зеленкой, и дальше... Понятно, да? То есть все должно заканчиваться каким-то отозгораживающим препаратом. Вот. Такую вот стадину можно, наверное, ну тоже, да, наверное, иметь в виду промывая перечень, и вы увидите, да, что выступает кровь, и потом мазать бинтик. Значит, более глубокие раны. Например, например, вот такие, как я вам показывал первую, или вот такую, да? То есть, ну, скажем, это веревка пожмала плечом. Ну, я так думаю, что это плечо, и что это была веревка во время дюйма. Ну, давайте попробуем. Это достаточно глубокая. То есть веревка обычно срезает кожу, под кожу, и доходит там до каких-то иногда даже более глубоких тканей. Да. Или вот, допустим, такая. Это человек, скажем, неудачно резал морковку, да, или там, не знаю, или там, неудачно резал морковку, или там, неудачно резал морковку. Ну, это достаточно глубокая раны. Я не сказал сам. Значит, я тебе сказал правду, да. Значит, вот такие раны, кроме обмазывания краев зеленкой, требуют более сильных препаратов, потому что под вот этими краями кожи, видите, они заворачиваются, как кармашка подняются. Вот там может оставаться какое-то количество бактерий. Поэтому в такую рану обязательно наносится какой-то противобактериальный препарат. В аптеке я советую обычно брать лиробиколи, его хватает по-за глазах. Это очень сильная инфекция в этой системе, его должно вам хватать. Поэтому берете, берете вот эта картинка. Где же эта картинка? Так, где эта картинка? Сейчас две секунды. Я не знаю, где эта картинка? Ладно. У нас специальная картинка. Ладно. вы берете, берете тюбик с мазью, с левым полем, и вот как идет ран, вы по ходу колбаску этой мази туда выжариваете. Значит, затем левую рану надо закрыть. Если это царапина, вы царапину не трогаете. Если это стадина, стадина вот такого рода, вы накладываете большой затучин, пинтал, положенный в 4, 5, 6, 7 раз. Понятно? Чтобы никакая пыль не попадала, никакая грязь не попадала, чтобы кровь, если будет стачиться, впитывая в полеточку. Если эта рана она такая, то вы накладываете небольшую подушечку из бинта тоже в 4, 8 слоев. И дальше, в зависимости от того, где рана расположена, вы можете или наложить повязку. Это кисть. На кисть и повязки накладываются на урах. Как сказалось, я буду показывать на 7-7. Ну, или кто-то уже умеет. Накладывается повязка тоже где-то в 4, 5, 6-7 слоев бинта, чтобы хорошо закрывалась. Если это поверхность типа колена, я так понимаю, что колено, или это, что это? Это колено, да, наверное? Это поверхность? Это поверхность? Да нет, пока нет. Рокладка. Ну, короче говоря, пока это будет спина. Вот не самое неудобное место для бинтования, наверное, это спина. То на такую область накладывается марливая прокладка, и она клеится. Или пластырь, несколько, несколько полосок поперек. Или клеится, если есть специальные, специальные такие, вот такого плана, да? Ну, то есть, видите, есть специальная платформа, большая такая накладка, уже стало склеившимися краями, но в ходе обычно такие не делают. То есть, поэтому, самый реальный вариант, это берет кусок панталеса, клеев, и пластырем на клеев, 3, 4, 5, вот так делать. Очень покручее. Жаркий слезал. То есть, ваша задача, эту повязку закрепить, там, на, хотя бы, ну, там, хотя бы до вечера, когда вы рано перевяжете, а потом наложите сверху. Значит, теперь по поводу того, что делать в глубоких рано. Значит, вообще в глубоких рано должны медикой группы сразу вызывать какой-то повышенный такой живой интерес, потому что такие раны требуют очень тщательного промывания, очень тщательного, ну, скажем так, заглядывания, нет ли там чего-то, потому что в нем может остаться кусочек ветви, в нем может остаться кусочек, там, какие-то остатки земли. И такую рану иногда нужно промывать, то есть человеку больно будет, это я вам сразу, человеку будет больно. Но вы эту рану хорошо раскрываете, если это порез, то вы раскрываете. И хорошо промываете перец, если протираете сложную мусью свою физику. Значит, и в такую рану вы прямо в глубоких складываете какой-нибудь левомиколь или там, что у вас есть, например, литроциновая масля или там, что-то аналог. То есть, чем больше антидотиков у вас идет в глубоких рано, тем безопаснее она в итоге окажет. Понятно? Почему мы боимся каких-то инфекций? Потому что любая инфекция раны может затем распространиться. Очень многие случаи, кто ранил особенно ноготь, это касается ногтя очень, очень так, самый частный случай. Когда ранится ноготь, вроде как воспалился только около ногтевая полосочка, а потом опухает палец вот почему. И разрезы делают аж, аж, ну там. Было такое, да? Было. Было, да? То есть, хирурги обычно делают не только там, где воспалилась, а уже покалывают и здесь, и здесь. Потому что инфекция полно. Она, ну, очень быстро под тканем, под своим давлением распространяется. Поэтому вот такие раны должны вызывать на эти контакты. Значит, итак, запомнили, обработали перехи, если нужно, или не обработали. Помазали зеленкой, если в этом охвате. Положили в рану левомифолий, если рана обширная. Наложили повязок. Ну, или в пластыре, или там, как дальше тебя должна вести нормальная рана? Мам, можно вопрос? Да. А, вы понимаете, что крея пищи улучшают в шахараме, что она обширает края? Трехпроцессная? Да. Не слышал. Ну, говорили, что вроде бы, как края не растворяются, вот как бы уничтожают, потом шарамы получаются. Ну, то есть, такая информация в Википедии пишется, по крайней мере, точно. Ну, значит, никогда, серьезно, вот такое вот, первое, значит, ничем не заменять, все равно лучше перекись, там, я понимаю, там, имешки, флорбуски, диеты, флорбуски, флорбуски, они все слишком высокослушно направлены, то есть, перекись, в данном, так, это, что лучше будет. Насчет обжига, это, что, сейчас на перекись, будет ли, серьезно. А, то, что, вырабатываете, и дожидите, она чуть-чуть хуже, но она тоже рожает. То есть, ну, я обычно так иду, я обычно беру грамм 100 жидких перечислов, 2-3 пачки депринферитов, потому что она будет срочная. Вот, значит, смотрите, нормальная рана должна заживать, ну, или, когда просто края, если будет тоненькая полосочка, да, или, с образованием корочек, вот это, наверное, коленточка. Опять же, я выгадываю. Значит, обычно корочки, у вас такие были в детстве, у вас такие были, наверное, сейчас, если вы активно где-то катаете, что все время мама говорит? Дай корочку, правильно, корочки, жжет ли надо, все, вот это идеальный вариант заживления ранок. Под этой корочкой, под этой корочкой, кожа будет нормально бросать, будет спокойно, эта корочка будет со временем дышать, если вы избирать не будете, то ранка себе спокойно заживет, и корочка все нормально. Значит, обратите внимание, что кожа вокруг корочки, в общем-то, обычно цветов небольшим, но тут очень яркий проект, контрастов повышает, то есть, покраснение где-то 3-4-5 миллиметров вокруг, видите, такой бледно-розовый, при этом кожа, в общем-то, нормальная морщиница, то есть, ну, как бы, просто чуть-чуть другого цвета, чуть-чуть раздалее. Значит, когда рана инфекцирует, то есть, например, под корочкой может оказаться инфекция, неправильно перевязывали, забыли мазать свой уход, то рана будет выглядеть, например, так, ну, в данном случае, прямо минуслой брали, но нас интересует то, что вокруг раны есть яркий, розовый, воспаленный обозор. Понятно, да? То есть, очень яркий, кожа в этом месте прикухшая, и эта рана болит. Там, где корочка, рана не болит. А вот, рана будет трогать, она, она сбывает. Сейчас я посмотрю, вот это уже такие какие-то совсем серьезные случаи, но тоже, чтобы вы понимали происходящее. Кожа у вас как раз и затянутая. Видите, она как, вот тут она морщится, а вот тут она глянкает. Видно, да? Ну, я не знаю, проектор показывает или нет? глянкает. То есть, это означает, что кожа, кожа напряжена, кожа как бы натянутая, из-за воспаления. То есть, у вас такие раны, за что вызывает тоже повышенное внимание и интерес? Это нет. Значит, что с такими ранами делать? Первое, это обеспечить отток дноя. Она рана открыта, и там дно просто есть. Вы просто его оттуда убираете, прорываете, берете там перец, отмачиваете, вытираете. Когда рана заспаляется, которая под корочкой, вы эту корочку отмачиваете. Распилы ее на живую не надо, бить их, спереки, на полчаса, на час, эта корочка размыкает, и потом хорошо снимает. Понятно, да? То есть, просто, ну, такая накладочка с теми. Значит, иногда вы эту рану открыли, чтобы ток дноя нормально с нее оттекал, или, если ток дноя глубокая, вы сняли корочку, ее раскрывали опять, это иначе, просто делать будет хирург, что это значит. Вы представляете себе, как это вы будете делать, раскрывали, обеспечили отток дноя из этой раны. То есть, если, например, это была вот эта рана, да, вот она затянулась, а под вот этими краями начала образовываться инфекция. То есть, вы опять эту корочку снимаете, смачиваете снимаете, края разворачиваете. То есть, вы рану вроде как больше сделаете, но зато там не будет ничего. Понятно? Она сама заживет. И лечите дальше, как рану просто с делами полем, и почаще перевернули. Пробываем, марку с делами полем, перевернули. Теперь по поводу того, что делать человек. Значит, если это какие-то царапины, стадины, ушибы, которые вас не были, ну, в общем-то, то есть, это не работа, наверное, с руки, и у вас, поход, опять-таки, в этой категории, когда человек должен быть, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, Он способен нормально, он способен нормально прокрутировать, зарубаться, зарубаться, зарубаться. Такой человек в сухаре. Понятно? То есть, ну, не пытайтесь. Такая рана будет заживать очень долго. Такая рана будет заживать не одну неделю до полного восстановления. Значит, по поводу рана. Значит, бывает такое, что гной на рана, если за ней не следили, особенно если она глубокая, она может давать повышение температуры. Это в любом случае, как бы вы не перевязывались, а когда не спустят человека в них. Если у человека повышается температура для того, чтобы у вас рана, для того, чтобы того, что хорошо пропустили, и дальше должен лечить человека в силу. Понятно? То есть, не играйте. Для вас температура должна быть просто как красная трябка, всё. Человека запаковали, там, максимально новкий рюкзак, поврождающий рюкзак. Понятно? А не разрешали на рассмотрения? На челочке? Вообще, вообще нет. Вообще, по ходе негативный шейфер, в поверхности, у вас не спит в рюкзак. То есть, потому что, на самом деле, я делаю. Если я неправильно шив, то рюкзак потом будет, ну, его будет сложнее восстановить. А травматика? Да. А? А травматика, когда эрильная потерь? Ну, а шить и грейтер? Да. Зажимом? Зажимом. Зажимом, да. Вы когда берёте рюкзак в иголку, вы ее инфицируете. Когда вы прокалываете кожу и вы собраете через нее инфицированную иголку, дырочка инфицирует. Вы протягиваете низку, вся низкая. Понятно? То есть, и все. И все, что вы дальше делаете, это уже занесение инфекции. То есть, ну, как бы, не граждан. Это, ну, в крутых фильмах про, там, какие-то там, не знаю, какие-то сговорки. Которые, там, мазали петрунки, мазали зло, там, саппорный гвоздь. Ну, а зачем? Зачем? Это там такая ряда. Пустите керую, и через пол дня от него обработают, зашли, и все будет хорошо. А что с ними тогда делать? Они рано минуты, пока еще? Ну, как мы обсуждали, ослаблечение будем обсуждать. Потуже завестовать, положим прокладочку, марли. Ну, она просочится. Ну, будет красненькая полоска под винток. И все, завестовали, и все в нем нет. Еще страшно. Внизу врачи разберутся. Это как, ваша задача. Ваша задача. Понять, что вы в этой ситуации не справляетесь, и человек отдать в них. Все. Не нужно, не лечить. Не играйте в двор каракалов. Да. Хорошо. Ваше мнение. А я вам пообщаюсь, что вы уже делали. А за вас есть теоретики? Ну, если ли человека может отпустить, там, за полгода действий нет, то, пускай же долг, там, значит, то, что он посчитает. Нет, нет. То есть, на это не может. Если нет, то может все обязательно. В аптечке, в аптечке, по суставам, которые обычно ездят в двин. Ну, в общем, в городе, в городских условиях очень много. Но в условиях города очень хороших переводится. Ну, то есть, его на самом деле достаточно, чтобы начать надо срабатывать. Нужно заб Seems like a message opens, clear. Вы сейчас spo wijте, и защите, что гляньте, потому что там, в общем-то я Вам там думчиво. Хотя я, я сейчас спокойно ambitious aisle note Максимыч, еще можно пару вопросов насчет стрипсоцида? То есть, им сейчас не пользуются? Или он как-то aktivist? Смотрите, я не вижу смысла использовать стрипсоцит, который, по сути, антибиотиком не является. Нет, засыпать именно значит раны, значит перевязки. Если есть, скажем, тот же левомиколь, который по своей инсуции является мощнейшим кожным антибиотиком, мощнейшим. То есть он гарантированно убьет все, что можно убить. Ну, как бы, стрипсоцит, половина патерика, все, по сути, ну, зачем? То есть, понимаете, как, есть какие-то привычные вещи, которые еще делали наши дедушки, или там наши мамы, папы, и мы тоже делаем по привычке. Сейчас, слава богу, в медицине настолько много хороших препаратов, что половина того, что мы делаем, должно уже канцветать. Понятно? Поэтому стрипсоцит забудьте, берете нормальный противомикробный гель. Это может быть не левомиколь, это может быть даже ретропициновая, ретоксициклиновая макия. Все равно очень сильные антидосики. Конечно, бывают большую часть того, что может вызвать воспаление в раме. И еще один вопросик сверху. Вот когда накладывается, некоторые рекомендуют не просто сухим бинтом, а положить накладку, например, с тем же хлоргексидином, чтобы кора не прилипала, чтобы потом... Есть такое правило. Значит, мокрая рана лечится, ну, влажная рана лечится влажными порядками, сухая рана лечится сухими порядками. То есть, например, если у человека вот такая свадьбина, в общем-то это сухая рана. Тут ничего через 5 минут сточиться уже не будет. На потоку будет корочка. Сухая, наверное. Значит, вот это... Вот это, это влажная рана. Понятно, она обширная, с большой дефектом. Там постоянно будет сточиться жидкость. Да, сюда лучше наложить. Но лучше не хлоргексидин, он на водной основе он испарится. Лучше какой-то день. Ну, там, левомиколе или там, какие-то аналоги. Спасибо. Какой ситуация для привязки? Хотя бы раз в день, на видимости дальше уже от состояния. То есть, ну, можно утро-вечень. Сухровица, это белковая часть крови. Вот если кровь в пробежке отмутить, отсядут красный клеток, будет такая эритроцитарная масса, когда будет желтенькая сухарь и саплана. Ну, то есть, просто сосуды не порваны, а в них маленькие дырочки, как поры. Они выпускают жидкость и не выпускают клетки. Понятно? Чисруют. Ну, белковый раствор, короче. Белковый раствор. Кричать и бегать. Сначала что? Промыть себя вниз. Ну, в общем-то, вариант. Ну, а что нас человеком в походе делать? Ругаем. Такая же, такая же где-то на предплечьях. Стадин, перед остальными. Вот вам вариант перевязывания раны. Там, порезанная подошва, или там где-то обвес хорошо щиколоткой ударил. Пожалуйста, повязка. Ну, куча лица, конечно. Но человек, в общем-то, какой-то транспортабельный, или подебитный. Ну, в общем, понятно. Можно и весла. Так. Давайте по поводу ушива глазного. Значит, чем все вас уши? Значит, уши, казалось, гостиняк. Ну, у меня однажды, что было очень сильный ушив, на Кавказе когда-то подбел, получил каменюк. Ну, то есть, оно сразу молило не сильно, потому что на утро нога просто не гнулась, не работала, потому что при любом ушиве происходит... Видно? Понятно, что происходит? Значит, пропитывание мышцы, которое под кожей находится, пропитывание мышцы крови. То есть, на коже вы будете видеть легкий спинячок. Ну, такой желтячок, там, не знаю, красничок, там, оно разное взглянет. А в мышце все то же самое, как и пропитанные вот эти движущиеся волокна. Понятно? Они двигаться перестают. То есть, мышца, которая сильно ушиблена, она работает, ну, дня 3-4-5 нормально не будет. Ну, а то и больше там зависит. Поэтому с ушибами все хитрее. Если это ушиб небольшой, ну, в общем-то, там, такое, что человек может встать утром и расходить его, и снова что-то ушиб расхожу. И он касается только мягких тканей. Вот такой человек идет дальше. Ну, там, прикрамывает, но он может встать. Если ушиб сильный и нервота – это какая-то важная часть никакие-то важные мышцы на виду, которые квадрелистно они работают, или икроножные. Или на руке не работают какие-то сгибатели, которые даже не хватают. То тоже такой человек должен спускаться вниз. По поводу лечения ушибов. Кожа целая. Как будем лечить? Холодно. Машин, конечно. Лично. Холодно чем еще? Володно. Холодно, что хорошо это имел. Значит, холодно, правильно. Сразу после ушиба в американских фильмах показывают, как откуда-то возникает мешок в тыс-богу. Да, да. И сразу на ушибный момент. Значит, ну, в горах сейчас, в мае, в снег зайдете только в определенных районах. В Карпатах будет, я думаю, в Крыму уже, скорее всего. Искать вы специально не будете, короче. То есть, как мы можем оплодить радость? А? Ну, как вариант, может быть, намотать мокрую тряпку и на ветер, я не знаю, как. Не, ну, если есть. Ну, конечно, пряжкой вы ногу не охладите, но, в общем-то, да. Холодная вода, если есть, нормальность, это рука, там, какой-то ручей, снежник, там, если нога, ну, тоже повязку с холодной водой, она будет быстро нагреваться. Пока настаётся аптечка, там, 5 минут охлаждения можно поприменять, оно помогает. Значит, следующий этап. Ну, если есть снег, вы охлаждение можете дольше использовать. То есть, возможности, там, и полчаса можно держать холодный час и повторять такими процедурами. Значит, что вы сразу даёте из лекарства, конечно, это. Противовоспалительное, что-то противовоспалительное. Опять же, я вас не лимитирую, но я обычно беру, как из наиболее безопасных, это икупрофен. Подойдёт и паразитамол, подойдёт и там, и неметил, и мавалис, там, всё, что у вас может оказаться в аптечке. То есть, на крайний случай, и аспирин подойдёт. Но лучше или купрофен, или диплофинар, или вот что-то из таких. Хорошо. И вообще, честно говоря, третьим пунктом, что выступает в лечении? Это покой. Обеспечить покой на гео в походе, я думаю, что мы не сможем. Поэтому как можно максимальный покой обеспечить? Разгрузить человеку. То есть, что он упоминал меньше нагрузки. Вот и всё. Хорошо. Попова-душиба. Первые три дня идёт такая активная фраза, когда он болит, моет, тянет, не даёт спать, мешает. На четвёртый, пятый день наступает его какое-то такое рассасывание, начинает заживать. То есть, первые три дня, это, скажем, острый период. Всё последующее, это уже период остановления. Значит, в острый период мы мажем охлаждающими манерами. Там, вид, какой-нибудь, фастер-лизал с ментолом, фастер-гель, ну, кухолодию, у тебя же ощущение холодка. На пятый, на четвёртый, пятый день мы начинаем мажем прогревающими манерами. То есть, это или там пчелиным ядом, пчелиным ядом, что там прогревающие, следует, там травяные, вот такие подвёздочки, пахучие, они тоже прогревающие. То есть, вначале охлаждающие, потом прогревающие. Массаж можно делать, да, как бывает? Массаж тоже уплательная дня с третьего, четвёртого, пятого. Вначале, 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 никакой острый процесс, нельзя ли клетки массажировать. Потом можно. Четвёртый, как клетки, клетки массажировать. Так, хорошо. Про мозоли, я не знаю, мы про мозоли, наверное, рассказываем. Я несколько раз скажу вам про пластырь. Я помню, что это я даже выделял отдельный кусочком стадии. Значит, как правильно клеить фластырь? У кого пластырь часто отклеивается, скажите? Вот, заклеили, а у них, кстати, он отклеен. Зря как пластырь. Зря как пластырь. Значит, да, динтуитивно, есть такой пластырь, который не отбирает. Потом, потом, да, только белый полосоке. Бывает. Значит, сначала есть один кондомер. В общем-то, хорошо наклеить можно почти любой пластырь. Значит, главное клеить на сухую и на чистую кожу. Это два ключевых момента. Как можно сделать кожу сухой и чистой в таком случае? Ну, то есть, например, мы решили накладывать, да, вот такую повязку с кусками пластыря поперёд. Ну, как это мы можем сделать? Спиртом протереть. Спиртом протереть. О, да. А бритву прямо по повязке есть? Электро-бритву есть, да? Нахожать не делать. На самом деле, самый простой способ, это, ну, как говорится, жирить и протереть спиртом. Я, ну, скажите, спирт не беру в пластечку, чтобы не было просто смельчика по повязке, что-то есть и спирт возьмёт. Поэтому только такая баночка, ну, как типа, наверное, на мочи, да, такая, выкручка, и в ней баски сразу налаженные пусками, плоская, покрованная, и залитый спирт. Ляпно, тесно у вас просто не выжимает. Ничего так. И это, конечно, так, вы обезпечиваете правой спиртой, значит, им удобно, вы такую вазку берёте, она поделяется уже с нежележащей. Значит, вы такую вазку берёте, протираете кожу с усилием. Тесно, рано болит, ну, с адекватным усилием, протираете вот на теме ста, где вы будете клеить вазку. Вазка при этом станет такого, ну, цвета кожи, да, такого перечневатого, то есть она реально снимает вес спиртой кожи, если хорошо протираете. Потом даёте этому спирту высохнуть до конца и клеите козаполу. И такой пластик будет у вас держаться и в вечер, и в брае, и там еще и следующий. Понятно? Если так, если это касается пяток, всё то же самое. Вы пятку хорошо спиртом протёрли, надо сменили вазку ещё раз протёрли, а потом наклеим пластик. Ясно? И что, на сухую уже обезжиренную капельку? Да, обезжиренная. Подняла голову, подняла голову и кровь будет затекать в носоглопку. А, это не вопрос. В носоглопку бьются периодически все, и иногда для инсунида лопат способны. В тропе, в носоглопку. В общем-то, вы когда-то увидите, такое кровотечение, вы увидите. Если оно спонтанное, то есть, вот человек просто там, шёл на нагрузку, у него на давление лопало, то это самый, наверное, лёгкий и простой вариант. Чаще всего такое заканчивается самостоятельно, без вмешательства. Просто надо правильно себя с этим человеком вести. Куча, когда кровотечение от какой-то травмы. То есть, человек там бжал, и есть, и вернул. Или там, не знаю, чем-нибудь камень в нос попал. Камень в нос попал. Или какая-то травмоноска. Мордойка. И веду нос. Значит, проблема в том, что когда у человека травмоносца, мы не можем исключить перенос. Если у человека ломается нос, то какие-то из косточек там сверху плоские, изнутри там не плоские, они могут раздамывая смотровать слизистой. Ну, как бы такое, тогда будет течь плохо, а нос будет такой-то колпаса такой небольшая. Вот. Но, в общем-то, если нос у человека не стал большим красным, как у Лёна Мороза, и синем, он таким-то, вы подразумеваете, что просто от ударов были какие-то разрывы слизистой. Значит, что нужно с таким человеком сделать? Нужно сделать с точностью, наоборот, чем на этой картинке. Надо человеку, человека заставить опустить голову вниз, тягнуть, не запрокинуть, а кирнуть. И нос его не зажимать. На самом деле, ну, вот в таком виде, как она прожимает. То есть, дать кровью, в общем-то, стекать, потому что она иначе будет заливаться и в тазах, и там, и потом глотать. Ну, это же не значит. Если вы зажимаете нос, то лучше это делать максимально высоко, то есть, где заканчиваются крылья, уже начинаются кости. Потому что там, может быть, оттуда вы переживаете. А вот так прикрывать нос, то понятно. Кромно нос, где закрывать. То есть, если вы переживаете, то переживайте нормально. Если есть возможность, то вы кладете какой-то кулек со снегом или там пакет с холодной вдой на перегончике. То есть, ну, сюда. То есть, зажали, если где-то держите пакет. Это как вариант. Не чаще всего этого нет. Поэтому зажали, подержали 2-3-5 минуты. Крой старается у здорового человека где-то 2,5-3 минуты. Ну, 2,5-3 минуты. Происходит по сердечной схватке. Поэтому, чем посидел 2-3 минуты, убрал. Может, там пару капель крови еще капли, но кровотечение прекратилось. Все, вот он так посидит. Еще там 5-10 минут. Выперитесь, и хорошо он у него протрелся. И он потом обратненько может встать подходить. Лучше его, конечно, этот день не загружать уже. Как разводить до лагеря вечерняя. Значит, если кровь продолжается пить, то что вы делаете? Вы берете бинтик. Ну, сантиметров 15 бинта. 10-15 бинта. Сворачиваете его вверх. Ну, в веревочке. Промакиваете перечень. И берете закончик, и скручиваете. Пока все 10 сантиметров бинта туда не везет. Он там уложится таким кренделем, клубосной какой-то. И забьет полностью на свой хвост. Ну, он засок он туда пролезет. Значит, кому когда самовры делали там фонаду ног? Сколько же там лазит ног? Зайдите. Вот так. Вот так. То есть, когда его взрослый, то стоит сзади, то похоже на лок. Или когда... А, а, а. А, а. А, а. А, а. А, а. А, а. А. Нок лазит очень многое безусловно. Это лазит. А, а, а. А, а. А, а. 15-15 сантиметров туда запить. Значит, все. В чем суть? В чем суть? Что вот этот бинт, он распирает слизистую и просто прижимается отсюда где-то выше, где костная часть носа идет, где он ее прижать не может, но он из-за три прижимает. Точно так же. Засунули на 10-15 минут, аккуратненько вынули. Дальше опять же говорят. Если крови нет, то человек все. Дальше идет, все, если нормально. А если кровь есть, то бинт опять запихивает, и он до вечера с этим бинтом вводит, например, в левочку. Человек пивнул, ему зажали ног повыше. То есть в нос где-то крылья, а сверху где-то госточки почекают. Ну вот, вот примерно, вот, понятно, да? А для него такая сверху, значит, нет? Ну тогда, тогда что-то такое? Тогда уже это было хорошо. Если плохая сверху, то это не плохо. Ох, что-то. Там просто есть вот эти, ребят, есть просто службы. Есть, ну, плохая, когда рожденочка, плохая сверху, там обычно люди проблемные. Там в коленке он ложился где-то, да, в камушек, и колено вот такое, полнодежно. То есть там, ну, совсем все плохо. А если просто кровь идет из 3 минуты, а 5 минут или 7 минут, то просто держите нос в жанру 7 минут. Понятно, да? То есть просто дольше держите, все. Ну, это не проблема. Да, хорошо. Но там вопросы есть какие-то? А? Нет. Ну, а какие мысли? Ну, ложись в коленце, в покое, да. Да, да. Есть, есть, есть форма. Есть, есть форма. Есть, действительно. Ну, что там, обит болит, если сильно болит и стоит просто, то, конечно, ничего нового. Ну, конечно, нет, любой перелом, да, перелом там самого кочика пальца, я не знаю, ну зачем. Не, ну, пускай по маршруту с пологонослотом, для того, что-то, что-то, кто-то ног не теряет, правильно? Не, ну, пускай, конечно, конечно. Не, ну, пускай. Ну, пускай, попал. Так, не нужно сто рейдом сейчас. А? Одно-два какой-то. А, тогда я поприваю, по-приваю. Чуше пропанулось. Пускай. Ну кричок. Смотрите, ребята. Отравление то, что было факультетивным, то есть тоже возможно. Я думаю, что имеется в виду испытания, где от того перелома и вывести от отбегаемой тяжелого. Я думаю, что это движение я заканчиваю туда. Для этого 5 минут, я расскажу про легкие движения. По поводу, какие везде варианты, кроме отравления? Эцефалит. Я могу 5 минут эцефалит поправить точно, а дальше решить. Смотрите, эцефалит украине есть, но чтобы вы поняли, значит, год в Украине регистрируется, ну, по пальцам перебрать величество случаев с эцефалитом отношений. Значит, кто им болеет? Им болеют чаще всего охотники и работники лица промышленности, которые с узками живут на этом лесу, общаются с зараженными зверями и с ограниченными районами. Значит, на моей памяти, я даже помню, я специально поднимал такую кучу кучу, что есть, и на интернет, чтоб куриц заболел из эцетов, ну, в Украине. Понятно, что для гене это поймать в Украине, я не знаю, я не ошибаюсь. Ну, слышал, как раз, что куриц это очень много? Значит, у нас единственная проблема, которую поймать реально от веща, это болезнь Ламина. Ну, Ламина верил, такая болезнь не существует. Это болезнь с родни семереструющей. Кстати, с родни семереструющей. Она называется похожей буксеретом и переносится к вещами. Значит, по сути, что происходит? Ну, в принципе, он вирус впрыскивает, да, впрыскивает бактерии, когда-то скрынулся, впрыскивает брану. Он впрыскивает много в сетях. Значит, как это проявляется? То есть, вообще, чем опасно? Она может медленно, гадами развиваться в организме, вызывать поражение ацетара, веще, там, глаз. Но это очень медленный процесс. Но он имеет определенные принципы. То есть, что-то не бывает, прям, невидимое. Значит, человек укусил клещ. Обычно что происходит на этом месте? Выбор из правительства. В угле клеща видно, понятно, клещик торчит. Вокруг клеща красная подночка. То есть, это нормальная реакция на, как бы, такая, локальная аллергия. Если у клеща выговоры, что дальше происходит? Ну, может, не воспаляться, может, воспаляться, да. Ну, короче говоря, если хорошо выговоры через три дня, там, с чистыми обычно. Если там кусок головы остался, то будет еще простоватая точечка, там, ну, там, неделю может. Ну, она будет маленькая, она будет пройдет. Кстати, если вы выдергиваете клеща, там что-то осталось. Ну, вот, адекватно, сколько вы пинцета можете вырвать? Вырывайте. Дальше не ковырять. Это, как бы, скажем так, шанс, что лук ковыряет. Несете туда какие-то гадости. Ну, в десятки раз выше, чем то, что там. То, что клещ туда мог впрыснуть, он уже впрыснул. То, что там какой-то хоботок его в коже остался, его кожа отторгнет за неделю. Ну, вот, таких проблем не будет. Значит, ну, я просто тоже, я помню, что иду там такая радость, как клеща. На сколько клещ вырывается, вот, аккуратненько, если его взять и выдернуть. На сколько он вырывается. Больше не надо. Если вы храните, а где заразится, то дочечка идет на кустил. Что вы делаете? Лажите левом и полем. Все, повязка, что-то левом и полем, там, или со спиртом. Там баночку приложили за 10 минут, и все. Все, что там может угреть, оно будет. Значит, что вас должно следить? Если после укуса смещать, где-то через месяц. Три недели, месяц. Вместе укуса вдруг-то, вдруг опять появятся покраснения. Ну, вот, все прошло, все прошло через неделю, да, но появилось покраснение опять. Причем, он начинает передать форму колечка. Неровного, знаете, как, ну, какой-то картик розовый. При этом, это колечко, смотрите на него неделю, смотрите две недели. Оно просто начинает то овально становиться, то больше. Короче, оно меняется. Хотя, может, не меняется, но чаще меняется. Но, думаю, оно сейчас, как бы, да, вот как-то, как какое-то камело, да, вот так перемещаться, вроде похоже. То очень большая вероятность, что у вас такие эти боррели попали. Значит, самый простой способ. Вы идете в любую пластную лабораторию, ну или в этих докторах, ну как хотите. Идете в пластную лабораторию, за эти отцена нам на виду, все. Дальше все станет понятно. Анализ покажет, есть у вас эти тела, есть бои, нет эти тела, есть приют. Понятно? Ну, надо будет. Мне нужно еще раз создать. Можно назвать это. А это излечина? Да, излечина. Нет. Ну, это все другая. По поводу мусоролита, значит, прививку, я имею в виду, что вы делаете только тогда, когда вы едете в домичный район. Вот, типа там какого-то, там, тайги какой-то. Там, где я такое-то, вот, клеща просто повсюду узнавал. Он весь этот сыр. А где прививка делается? То есть, в каких заведениях? Прививка. Ну, вот, насколько я помню, значит, вакцина покупается, заказывается, и вы берете поликлинику. Я знаю, что это. Ну, может быть, это там, какие-то инфинстанции. Честно говоря, я, ну, так вот, вкратце знаю, что покупают, где и вколят поликлинику. Поликлинику, понятно. Хорошо. Еще, Максим, немножко не по теме. Вот, про ЗМИ вкратце, потому что везде разные, разные информации, как от них. Ну, гадюку и уж, то есть, что от ужа, может быть, может или не может. И гадюка, потому что она все-таки у нас сводится. Что может быть, что может быть человеком от ужа? Да, что может быть, да, ужин будет, да. Ужин будет, да. Значит, ребята, для девушек от Украины важно, сколько гадюка. Кроме гадюки, в Украине, насколько я знаю, я думаю, что здесь и человека нет. Единственное, что может, если прям в углу покусал, я так и говорю, что собака покусала, и он, ну, бля, лов. Да, если ему нужно, да. Вот тогда уже надо бояться пола. У нас в Агенте пола же есть. Потому что в ционах они есть пола, и они длинные, вот какое распроемое говорят сложно. Он, если укусит, останутся от любого цвета, потому что дуба он не чистит, он может терять или завести змея, да? Обрабатывайте как любую потенциальную основу, разум кашель, и он переводится. Если, то есть непонятно, ну ужин волос, ничего страшного. Если кусает ядовитая змея, то, ну, в общем-то, рекомендации просто так, он быстрее спуст вниз максимально, то есть, если вы увидите проколы, обранок, ну, как положено, да? Если вы змею увидите, что-то бедюк это с узорчиком на спине, он чаще всего виден. КВД до человека просто бегом каять вниз, потому что полчаса-часа у вас есть, пока человек сам идет, ну, или не идет, потому что ногой работать давно, ногой работать нельзя. Вот. Что делать по факту? По факту можно из рамки выпустоть яд. Потому что мнения разные. Говорят, вы сам как не выстарствуйте. Скажем так, когда делать вообще вы ничего не можете, то лучше выстарствуйте хоть что-то, там какие-то проценты, человек потеряется, потеряется. И все, испускается. Можете полот на ногу наложить, чуть замедлится в распространение. Но большего ничего делать нельзя. Ну, поите чаем, там, там. Успокаивайте, любите. Берем как вторую коробку. Пятер, вторую кашу. Большего кончения нет. Прижигать змеиный яд нельзя. Змея, вот змеи, длина губа, ну, сантиметров, не знаю, длина восемь, глубина по форму. Чтоб прижить змеиный яд, надо выжечь. Кочергой, ну, понятно, да. Да, правильно. Клены в паянии. Он не сможет говорить. Короче говоря, шутерные руки. Потому что, в основном, все сделано в Кочерге. Допустим, не в Украине, а там, на толщу Каскаде, что у меня есть. Вдруг еще один из людей. А у меня, давайте. Русь. Какие-то, наверное, там, где-то в пустыне, что-то бюрзы бывают. Ну, честно говоря, ничего не меняется. Для вас это меняется за долго? А? А, жена, что это бедука, да? Ну, как бы, да, по сути. Для вас, для вас есть бедука и небедука. Значит, это канай только с пусками. Ну, и то канай, только поднимешься, что с пусками глубоко. А скорпионы нет? Не то же самое. Скорпионы, которые живут в мозге, они не обахнут. Нам они есть, они вот вкусненькие, они не обахнут. Ну, если вы, там, пальцем тыкать, не вкусненькие. Они, ну, сами полу-квадра, они нежные, там, там, ну, не вкусненькие. Чего надо понять? Значит, давай... Лесников. Смех. 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 О, скалопендра. 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 Вот, значит, в чем проблема с скалопендрой? Значит, скалопендра, голова у нее это то, что справа. Смех. Понятно, да? Значит, когда она ползет, она... Т.е. понятно, я голова съела. Вот это голова. Смех. Смех. Значит, в чем суть? Почему я так, это окустирую внимание? Она, когда ползет, она вот этим, мостом военной, она, ну, как бы, машет, пытается нас угнуть. И вы думаете, что это голова. Голова, на самом деле, с другой стороны. Скалопендра. Колопендра очень быстро из вороты. Кусает она тоже очень быстро. Опасность в том, что она когда кусает, у нее там такие две вылезают по полсантиметра, полу-дюстки такие в клешни, да, такие в глазубах, она когда кусает, она впрыскивает пищеварительные ферменты, ну как желудочный сок, грубо говоря. Если под кожу впрыскивает желудочный сок, как бы ощущения будут, во-первых, непередаваемые, а настройка рана будут тоже непередаваемые краски. Поэтому, ну, вы старайтесь обходить стороной, если где-то уже укусило, там, в ботинке, не знаю, там, где-то с языка вылезло, ну, бывает, у него не есть, у него. То просто максимально то, что там выдавливается, выдавили, максимально промыли, то и дальше просто лечите как грязную рану, дойную, да, то там обезболивайте, там, обеззараживайте, и все, большего вы не делаете. По поводу соразности, значит, соразности. Специально для вас фотографировал, чтобы вы поняли. Значит, вот это соразность. Видите, он фактирует, хорошо, понимаете? Это соразность, значит, вот это норка, сейчас, вот это норка соразность. Понятно? Такая, она на паутинке завитая, дырка взявитая. Значит, соразность кусается, соразность и человека тоже могут кусать, а по всему приставать. Но, ну, пусть не осталось. Ну, воспаление будет, как раз и палец будет, но твердея соразность не бывает. Он большой, но он, как бы не спрашивает. Значит, намного страшнее каракулки. Каракулка, у меня тут вот фотка есть. Вот такая старшинка. Это фотография старшинка. Вот это каракулка. Паучок не большой, паучок вот такой. То есть кто-нибудь тут ехает, который он в Керчинске. Атюха, есть ли вы? Есть ли вы? Есть ли вы? Есть ли вы? Значит, ну, сейчас не сезон еще, апрель все рановато. Ну, вот в мае июне начинают сезон в Гане. Там они там яйца осладывают, там друг друга жены, немец там уже ищут. Короче говоря, каракулки там есть. Ну, мы поют на Уберию, по сухим таким вот, каракулку или в Керчинске, вот такие места. Каракулки есть. Поэтому у этих, кто вы уходите, от них укус практически безболезнен для медики. Поэтому вряд ли вы узнаете, что это у каракулки. Значит, ранее не будет. Батерином две маленькие точечки от прокола. Просто будет очень сильная боль. Могут быть судороги. Стоит на гилер, либо даже сделка. Будет очень плохое самочувствие. В любом случае вы очень как в больницу поведете с нами лечить. Уберение на каракулка сложно, но можно. А боль через некоторое время, да? Если вы увидели, что у вас был в Керчинске, черно вот рука, здесь каракулки, которые присутствуют на руку, то есть, там, подбились. Вы не понимаете, что это был каракул. Если вы четко знаете, что это был каракул, то первые две-три минутки у вас есть время взять, там, три спички зажечь, прижать, сколько они замирают на кране, там, оно прижет, это яд получит. Ну, будет ожог, но, там, будет легче человеку. Ну, меньше яд останется. Но, если уже развернутые симптомы, то там просто тут давать пить, там, умеренно, да, чтоб чистород не пересекал, и бежать просто рамку там. И дальше, дальше прочистку будет. Хорошо? Ладно, я думаю, что мы продолжим следующий лекарь. Там будут более серьезные вещи. Те, кто будут знать, мы будем говорить о вражных вещах. Бедового, вывиха, этого лечения, потокения, многое. Вот. И в потоксимонаре мы должны подработать лечение более тяжелых людей. Хорошо? Вопросы есть? Ну, потение есть. Спасибо. Спасибо! Спасибо!